Сан Саныч, ну быстренько расскажите, пока заседание не началось, что там за история, что вы склонны к побегу? Эти колодки пока не надели на меня. Ну история какая? Я же вскрыл схематоз в СИЗО. То есть со вчерашнего дня там массово выносят койки, прямо срезают, потому что у меня в камере выявилось, что примерно 13 квадратов, а по документам 16. Мне сейчас 100 сотрудники говорят, что в нашем старом корпусе 30 камер они проверили, только 3 соответствуют нормативам, 40 человек надо переселять, в общем кошмар, беспорядок. Это получается большая часть заключенных вообще содержала все эти годы в условиях, где нарушался федеральный закон, где 4 квадратных метра на человека. А теперь смотрите, это же есть финансовая еще составляющая, да? То есть квартира получается по документам на 4 квадрата больше, чем по факту. Значит до содержания ремонт на 4 метра больше денег начисляется, поэтому за такое спасибо не скажут. И вот в пятницу меня вызвали экстренно на вот этот спектакль комиссия по профилактике, на повышенных тонах меня ночами СИЗО отчитывал, возомнил себя правоведом. Ну я говорю, я вообще-то есть правовед? Образование, юридическое, научные труды у меня есть при респруденции, в урфаке преподавал, все законы могу читать, писать. Ну в итоге вот это клеймо мне навесили. Поэтому реально сейчас боюсь что-нибудь сделать, потому что завтра объявят вам, что пристрелили при попытке бегства. И у них бумажка уже есть подходящая, вот смотрите, будут склонны к побегу. Поэтому всех прошу, вот и следственный комитет, и прокуратуру, принимайте меры, а то некому будет уточненное обвинение предъявлять. Как самочувствие, как настрой? Ну настрой какой-то боевой. Единственная проблема, мне нормальных суду-то не дали подготовиться, из-за того, что в камеру вчера я пришел от адвокатов, а там сварка, заодно вырезали вот эту железку, оказалось можно это сделать, через которое окно не давали открывать. Квест этот преодолел я, наконец-то. Поэтому буду бороться, доказывать, что я не причастен ко всему, что меня обвиняет. В деле ничего нового нет, можете следовать или с прокурором спросить. Все то же самое. По одному свидетелю в месяц запрашивают, а на этом основании просят теперь на два месяца продлить еще срок накождения подстрады.